Да-да-да-да-да, это подкаст. В июне 2014 года Мосгурсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Ломали Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Гайтукаев впоследствии умер в колонии. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении. Он получил 20 лет колонии. Братья предполагаемого исполнителя убийства, следившие за Политковской Ибрагим и Джабраил Махмудовы, приговорены к 12 и 14 годам колонии. Редакция «Новая газета» намерена добиваться возобновления следствия по делу об убийстве и раскрытия имени заказчика. Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чеченской республики. Кадыров руководит Чечню с 2007 года и занимает этот пост уже четвертый срок подряд. Он дважды назначался президентом России и дважды избирался. Инаугурация Кадырова прошла на торжественном заседании парламента. Как писали чеченские СМИ, церемонию посетили высокопоставленные лица из Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании. Сообщение с поздравлениями Кадырову отправили король Бахрейна, наследный принца Будаби и заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов. На инаугурацию в Грозный прибыли полпредпрезидента России в СКФО Юрий Чайка, а также главы регионов Северного Кавказа. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов вручил Кадырову символ власти, штандарт главы Чеченской республики. Торжественная церемония по случаю вступления Кадырова в должность проходила в новом зале. Вновь избранный руководителя региона выступал на фоне карты мира, которая вызвала вопросы у внимательных наблюдателей. Так, например, на этой карте пересохли Черная и Каспийская моря, аннексированный Россией Крым обозначен как территория Украины, а остров Сахалин – как территория Японии. Во время принесения присяги Кадыров поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Напомню, с 2017 года глава Чечни и люди из его окружения находятся под санкциями США из-за систематических нарушений прав человека в регионе. Правозащитники неоднократно указывали на формирование в республике культа личности главы Чечни, а также его отца Ахмата Кадырова. За несколько дней до вступления Кадырова в должность в YouTube-канале «Ксении Собчак» вышло интервью журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, которая опубликовала расследование о пытках и внесудебных казнях на территории полка имени Ахмата Кадырова в Чечне. Для критики этого интервью в Чечне задействовали административный ресурс. Об инаугурации, четвертом сроке Кадырова и борьбе с критиками властей нашему подкасту рассказал чеченский политолог Руслан Кутаев. В Чеченской республике ситуация до крайности, до напряжения уже доведена с давних пор. То есть там уже вот этот градус накала понизить невозможно. Ситуация имеется в виду, находится давно вот, ну скажем, на низшей точке. Просто вот этот пресс, вот эта общественная нагрузка со стороны властей, силовых структур, она очень серьезна. Вот как раз федеральный центр со своими репрессивными методами, как раз она равняется на ту практику, которая принимается в Чеченской республике. Вот в этом уникальность этой ситуации, как будто вот в лаборатории они провели исследование, то есть в самой Чеченской республике какие-либо изменения, даже в худшую сторону невозможно, потому что просто еще хуже просто невозможно. В Чечне сотрудники правоохранительных органов пришли в дом родителей руководителя Северокавказского отделения комитета против пыток Магомеда Аламова. У живущих в селе Серноводское родители Аламова они потребовали предоставить данные правозащитнике, его места работы, адрес и состав семьи. Свои действия силовики объяснили переписью населения, однако к соседям и другим жителям Серноводского они не приходили. Полицейские также не обращались на находящийся в открытом доступе мобильный телефон Аламова. Сотрудники комитета против пыток занимаются резонансными делами, связанными с нарушениями прав человека и полицейским произволом на Кавказе. К правозащитникам обращаются родственники похищенных и жертвы пыток. Так, например, комитет против пыток занимался громким делом бывшего модератора чата оппозиционного телеграм-канала АДАТ Салмана Тепсуркаева, который был похищен в сентябре 2020 года в Геленджике. Родственники смогли отследить местоположение телефона Салмана на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном. После похищения в сети появилось видео, на котором Тепсуркаев голым садится на бутылку. Юристы комитета против пыток провели собственное расследование этого похищения. В 2015 году офис комитета против пыток в Грозном был разгромлен. Северокавказское отделение комитета было вынуждено переехать в Пятигорск. Криминальный авторитет Аслан Гагиев, которого судят в Ростове-на-Дону, признался в убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. Казбек Пагиев был убит в 2008 году. Аслан Гагиев заявлял, что заказчиком преступления был нынешний депутат Госдумы России Зураб Макиев. По словам Гагиева, он давал следствию признательные показания, но те никак не реагировали. Напомню, Аслан Гагиев по прозвищу Джако – один из крупнейших криминальных авторитетов России. Его обвиняют в нескольких эпизодах убийства, организации преступного сообщества, бандитизме и незаконном обороте оружия. И это только часть дела. Аслан Гагиев был экстрадирован из Австрии по требованию российских властей в июне 2018 года. Следствие считает, что более мелкими бандами преступной группировки руководили ранее осужденные Олег Дзарахохов и Бахром Синякаев, а также Денис Кокоев. Он сейчас находится в международном розыске. На этой неделе телеканал РЕН-ТВ сообщил о том, что 32-летний блогер из Ингушетии Ислам Белокиев, автор ютуб-канала «Мысли Ислама», стал фигурантом уголовного дела об оскорблении символов воинской славы. Подтверждение о возбуждении уголовного дела не было в официальных источниках. В публикации РЕН-ТВ говорилось о возбуждении дела из-за ролика «День позора». В нем Белокиев рассуждает о депортации войнахов и других народах, преступлениях сталинского режима в годы Великой Отечественной войны. И задается вопросом, должны ли потомки тех, кто в годы войны подвергся преступным репрессиям, праздновать День Победы. В сюжете говорится, что блогер находится под арестом. Живущий в Европе Ислам Белокиев назвал это сообщение фейком и подчеркнул, что он не был в России много лет. Белокиев добавил, что считает новость на федеральном канале попыткой оказать на него давление в связи с публикацией роликов с критикой кадыровского режима. Он подчеркнул, что никогда не имел проблем с законом и не был фигурантом уголовных дел. Читайте на сайте «Кавказреалии» большое интервью с Белокиевым, в котором он рассказывает о своем канале, источниках информации о ситуации в Чечне, о причинах раскола чеченской диаспоры в Европе и о главном, по его мнению, провале главы республики Кадырова. Вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров предложил расширить практику публичных извинений на всю Россию. Чиновник назвал унизительные видеопризнания прекрасной практикой, добавив при этом, что извинения тем более оправданы, когда сам проступок записан на видео. О том, что такое проступок, по версии чеченских властей, становится ясно из видео с публичными раскаяниями, которые периодически появляются в чеченском сегменте соцсетей. Так, например, этим летом в ОМВД по Аргуну силовики отчитали четверых местных жителей, их обвинили в просмотре оппозиционных пабликов в интернете. Видеозапись с профилактической беседой и последующими извинениями появилась в чеченских провластных инстаграм-пабликах. Еще одна площадка, где регулярно публикуются ролики с раскаяниями жителей Чечни – это ЧГТРК «Грозный». Государственный канал участвует в записи извинений подозреваемых в колдовстве, употреблении алкоголя и другом неподобающем по версии чеченских силовиков поведении. Но чаще всего извиняются перед самим главой Чечни. На унизительные видеопризнания жителей республики обращала внимание Комиссия США о международной религиозной свободе в докладе за 2021 год. Авторы исследования рекомендовали Вашингтону ввести санкции против министра печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева. Сам Дудаев, ранее занимавший пост директора ЧГТРК «Грозный», заявляет, что чеченские власти никого не просят извиняться в принудительном порядке. При этом сам факт мониторинга негативных высказываний в адрес Кадырова и его семьи в Грозном не отрицают. Так, общественник Салаудин Мамаков рассказывал о том, что в чеченских диаспорах за пределами республики есть специальные люди, ответственные за пресечение выпадов россиян в адрес руководства Чечни. Правозащитники неоднократно указывали на то, что репрессивные практики, применяемые в Чечне и на Северном Кавказе в целом, потом переносятся на всю Россию. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказреали» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Часть сборной России по вольной борьбе сняли с авиарейса в аэропорту Сибхол Амстердама за нарушение масочного режима. В числе отстраненных от полета главный тренер Дзамбулат Цедеев, капитан команды Абдул-Рашид Садулаев, а также Абасхаджи Магомедов, Тимур Бежоев, Евгений Жербаев и еще два члена делегации. Члены экипажа и сотрудники аэропорта потребовали от них покинуть воздушное судно и предложили улететь на следующий день. Российские борцы остались ночевать в аэропорту. Дзамбулат Цедеев назвал это «беспределом» и, цитата, «заказом оппонентов». Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас, там, где вы слушали этот выпуск, и скачивайте, пожалуйста, наше приложение. С вами была я, Катя Филиппович. Пока! Редактор субтитров А.Семкин «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова